Создатели программного обеспечения будут заниматься разработкой информационных систем безопасности для органов исполнительной власти. Особенно в части электронного документа оборота, где присутствуют персональные данные жителей края. Про госуслуги вы говорите, а для нас сегодня это как приоритет, потому что, безусловно, развитие государственных и муниципальных услуг через интернет, так же, как и создание электронного правительства, так же, как и различных продуктов программного обеспечения. Невозможно. Или грош этому будет цена, если вместе с этим развитием не будет развития защиты. Поэтому здесь очень важно, чтобы личная жизнь жителей края, граждан, в целом нашей страны, конечно, была защищена от этого несанкционированного взлома. Только за прошлый год хакеры пытались два миллиона раз взломать систему информационной безопасности в госструктурах Кубани. Мы будем вместе работать над концепцией кибербезопасности края, включая промышленные объекты, включая госуслуги, включая, в общем, все болевые точки. И будем вместе работать, думать о том, как нам гарантировать необходимый уровень киберзащиты данных объектов, данных услуг. Краевые власти и Евгений Касперский договорились о внедрении образовательных программ по обучению специалистов по кибербезопасности в краевых вузах. Одна из проблем, которую именно говорят предприниматели, партнеры, в том числе компании, которые в IT работают, это кадры. Вузы выпускают недостаточно подготовленные к современным реалиям кадры, значит, сейчас вот именно после университета. И здесь вот мы бы хотели, чтобы ваша активная позиция, в том числе по подготовке кадров, по внесению соответствующих курсов по информационной безопасности, в том числе для наших вузов, потому что у нас действительно только там в нашем политехе порядка 150 выпускников в области информационной безопасности выпускается ежегодно. Кроме этого, переход на централизованное управление программами по защите от вирусов позволит сократить бюджетные затраты в этой сфере на 40%. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».